Всем привет, друзья! На связи я, Дима, 2D-Cube, и сегодня мы с вами будем исследовать новый компактный контроллер Launchpad Mini MK3 от компании Innovation. Это уже третье поколение компактных контроллеров для управления режимом сессии в Ableton Live. Все так же он прекрасно подходит для этого дела, все так же он в первую очередь заточен для управления клипами в режиме сессии, для каких-то лайф-перформансов, для импровизации в сессии. Однако в новой версии MK3 здесь появилось несколько новых, довольно интересных улучшений. Ну и самая главная фишка этого контроллера, в отличие от версии MK2, на мой взгляд, является полная RGB-подсветка пэдов, то есть все цвета клипов, которые у нас имеются в режиме сессии, они будут точно отображаться вот здесь, вот на самом контроллере. И если мы будем эти цвета менять, то обратите внимание, что и на самом контроллере цвета будут меняться. Эта фишка раньше была только на старших моделях Launchpad и Launchpad Pro, но теперь ура-ура, это подвезли еще и на Launchpad Mini. Прежде чем переходить к исследованию вот этих вот дополнительных новых возможностей, давайте рассмотрим работу в стандартном режиме Session View, в котором этот контроллер будет управлять клипами в Appleton Live. Здесь существенно ничего не изменилось, то есть по сути работает все как и раньше. У нас имеется вот такая вот 64-пэдовая матрица, которая отвечает за запуск и остановку клипов в режиме сессии. Этой матрицей мы можем управлять с помощью верхних кнопок вот здесь. Таким образом в вашем лайве может быть сколько угодно дорожек, сколько угодно сцен, вы сможете перемещаться вот так в реальном времени и запускать именно те дорожки, которые вам нужны. При нажатии на пэд мы будем запускать соответствующий ему клип, при нажатии кнопок справа мы будем запускать сцены. Соответственно переключаться между сценами можно вот здесь. Ну и естественно вы можете в любой момент запускать именно те клипы, которые вам нужны. Или останавливать их, нажимая на пустые ячейки. Что же касается новых возможностей, которые завезли вот здесь вот в режим сессии, то к ним в первую очередь относится вот эта кнопка Stop Solo Mute, которая у нас меняет функциональность нижнего ряда пэдов. А в режиме Stop, соответственно, этот ряд будет останавливать клипы. Это может быть полезно, например, в том случае, если ваша матрица полностью заполнена пэдами, и в стандартном виде вот здесь вы останавливать их не можете. В режиме Solo мы сможем солировать дорожки. Ну а в режиме Mute мы сможем их заглушать. Довольно полезная возможность, которой раньше в ланчпаде не было, то есть в ланчпаде мини не было. В ланчпадах был отдельный режим, который позволял управлять этими функциями, но теперь это все у нас находится на одной панели в режиме сессии, и имеется прямой доступ к этим возможностям, что, на мой взгляд, крайне круто. Ну а теперь перейдем к исследованию дополнительных функций нового ланчпад мини МК3. Их здесь имеется три штуки. Это кастомные, так называемые, темплейты, то есть темплейты, которые вы сможете полностью настраивать под себя с помощью специального приложения, о чем я позже скажу. Однако в фабричной комплектации, то есть в том виде, в котором вы будете покупать этот аппарат, уже имеется заранее два настроенных таких темплейта. Это темплейт Drums для управления барабанами и темплейт Keys для создания каких-то мелодических партий. В режиме Drums у нас матрица пэдов будет представлять собой, ну, собственно, режим, в котором мы будем запускать отдельно взятые барабаны. Это может быть полезно, например, для работы с какими-то барабанными пресетами, скажем, с Ableton-овским пресетом Drum Rack. Что обидно немножко, то, что здесь, как и в предыдущих версиях, пэды продолжают быть нединамическими, то есть никаких динамических нюансов при игре вы получить не сможете. Это все-таки инструмент не для фингердраминга. Однако создавать какие-то интересные барабанные партии вполне можно, например, используя какие-то стоковые наборы для Drum Rack. В частности, вот сейчас я использую такой набор, который называется Soul Drifter из серии 64 Pad Lab. Он довольно неплохо как раз подходит вот для таких экспериментов. Ну и режим Kiss, который в первую очередь, конечно, подходит для создания мелодии. Здесь у нас имеется 4 октавы, хроматическая стандартная клавиатура. Динамики также нет, однако... Для создания каких-то мелодий все это прекраснейшим образом подходит. Третий режим User у нас остается незаполненным, то есть производитель подразумевает, что мы будем это делать самостоятельно. Вот чем мы сейчас с вами и попробуем заняться. Для того, чтобы это сделать, вам нужно будет подключить контроллер по USB, перейти на сайт Innovation Components. Вот давайте я открою стартовую страничку. Выглядит это примерно вот так. Здесь вы создаете свой аккаунт, после чего выбираете необходимое устройство, в нашем случае это Launchpad Mini, и у вас открывается вот такая вот программа, где можно создавать свои собственные кастомные пресеты. Нажимаем кнопочку Create Custom Mode для создания такого пресета и попадаем, собственно, в редактор пресетов. Здесь, как видите, имеется очень много разных уже готовых вариантов, таких как двунаправленные и однонаправленные горизонтальные вертикальные фейдеры, хроматическая клавиатура, ладовая клавиатура, барабанная сетка, отдельные миди-ноты. Все это вот таким вот образом можно перетаскивать на панель Launchpad. Каждый, естественно, из этих вот виджетов, так называемых, управляется. То есть мы здесь вот для ноты, например, можем указать, какая именно это будет нота, в какой октаве, как именно будет срабатывать эта кнопка, на каком она миди-канале будет срабатывать, какой цвет и так далее. То есть такие настройки имеются практически для каждого виджета, из имеющихся здесь виджетов. Ну вот и давайте попробуем теперь создать какой-то простейший темплейт. Скажем, я хочу иметь хроматическую клавиатуру с возможностью управления октавами. Для управления октавами мы возьмем горизонтальный двунаправленный фейдер и, допустим, с какими-то двумя еще фейдерами, которые у нас будут отвечать за управление параметрами синтезатора. Вот мы все это перетаскиваем сюда, после чего мы выбираем клавиатуру. Здесь, например, можно поменять цвет или что-то еще сделать в таком духе. Выбираем далее следующий фейдер двунаправленный, который у нас будет отвечать за пич. Здесь мы можем поставить Ctrl-Change сообщение, выбрать канал, поменять цвет. Здесь, допустим, оставим седьмой канал. Ну и вот на этих фейдерах я, пожалуй, поменяю канал на восьмой и девятый. И, может быть, поменяю цвет. Например, вот здесь поставим желтый цвет. Таким образом, вы можете создавать сколько угодно ваших собственных темплейтов и загружать их в прибор по мере необходимости прямо вот с вашего сайта, с вашего онлайн-приложения Innovation Companies. Для того, чтобы отправить вот этот наш готовый темплейт на прибор, нажимаем кнопку Send Tool and Pad Mini MK3, выбираем, на какую именно ячейку мы его будем грузить. В нашем случае это вот эта третья юзерская ячейка. И, собственно, наш темплейт появляется на контроллере. Клавиатура, как видите, уже работает, но вот фейдеры нам придется назначать. Так как управлять напрямую высотой вот этой клавиатуры мы не можем, такого там виджета нет, нам придется сейчас сделать это руками. Для этого давайте воспользуемся MIDI-эффектом, который называется Pitch. Добавим его перед синтезатором и после этого включим режим MIDI-мэппинга, выберем регулятор Pitch и назначим на него наш вот этот вот горизонтальный регулятор. Обратите внимание тоже, как это работает. Вот в среднем положении, когда два пэда светятся, это значит у нас Pitch находится в нейтральном положении, и мы можем раз-два-три и раз-два-три вниз как бы переключиться. То есть получается такое дискретное пошаговое изменение, как раз прекрасно подходящее для переключения октав. Сейчас в этом режиме, как вы видите, Pitch пляшет как попало, то есть мы не октавы переключаем, а какие-то там рандомные интервалы. Для того, чтобы это исправить, возвращаемся в режим MIDI-мэппинга и вот здесь вот выбираем минимальное положение на три октавы вниз, то есть 36 полутонов вниз и максимальное три октавы вверх, то есть 36 полутонов вверх. После этого у нас фейдер в нейтральном положении будет выдавать Pitch 0 и каждое нажатие клавиши будет приводить к тому, что октава будет понижаться или повышаться. Ну и так же точно работают вот эти фейдеры. Их, например, мы можем использовать для того, чтобы, ну предположим, вот с помощью верхнего фейдера мы будем управлять глубиной параметра erosion, а с помощью второго фейдера мы, например, будем управлять глубиной посыла звука на эффект дилея. Давайте попробуем. Вот обратите внимание, что сейчас у нас erosion начал подмешиваться. Ну а второй фейдер отвечает за дилей. Таким образом вы можете использовать все три кастомных вот этих темплейта для создания абсолютно любых раскладок. Вы можете сюда добавить, вот здесь еще осталось пустое место, какие-то кнопки для запуска эффектов или, например, кнопки для запуска секвенсора или кнопки, активирующие до запись каких-то нод в миди-клипы. В общем, настраивать это все под себя так, как вам угодно. Эти тоже можно, естественно, стереть и сделать их полностью под себя. Например, наш вот этот темплейт уже заменяет темплейт кейс, потому что у нас есть здесь регулятор, управляющий высотой, что, на мой взгляд, очень круто. Но если вам этих трех ячейк будет мало, то к вашим услугам хранилище самого Innovation Components, в котором можно сохранять любое количество ваших собственных темплейтов. На этом на сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы по девайсу, пишите их в комментах, ставьте лайки видосу, подписывайтесь на канал и не забывайте о том, что салон Сантазариум продолжает работать, даже в период карантина. Правда, теперь уже прийти к нам в гости и потестить девайсы не выйдет, однако все что угодно мы доставим вам на дом, да еще и по приятным ценам. Подробности вы найдете в углу, ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока, не болейте.